Автомобильные аварии, кражи, драки и похищения. Ежедневно в обзор камер Уфанет попадают десятки случаев. Ради безопасности и восстановления справедливости системы видеонаблюдения оснащают лифты, подъезды, дома, дворы и улицы. Каждую неделю мы показываем и анализируем записи с камер, чтобы вы могли видеть чужие ошибки, учиться и не повторять их. В Оренбурге у двоих мужчин в среди ночи возникла непреодолимая тяга к разрушению. Вооружившись кирпичами, они отправились на поиски подходящей цели. Их выбор пал на подъездную дверь со стеклом. А то же самое по стеклу, еб***ь. Мужчина, что помоложе, выслушав наставление своего учителя, точным броском разбил стекло. Вандалу показалось, что одного броска недостаточно, поэтому он снова швырнул кирпич в то же самое место. После этого инцидента жители дома обратились в полицию. Уфимец обнаружил, что по ночам из бензобака его машины исчезает топливо. Он решил выйти на след злоумышленников и посмотрел видео с камер умного домофона компании Уфанет. Однако на записи он увидел, как двое молодых людей грабят спящего мужчину. Он лежал на скамейке перед подъездом. Парни запустили руки в его карманы и начали вынимать оттуда личные вещи. Спящий с грохотом упал. Воришки убежали, но тяга к приключениям их не оставила. После этого они начали сливать бензин из припаркованного ваза. Как сообщили в МВД по Башкирии, заявлений по поводу кражи личных вещей не поступало. В Уфе сильный ветер и незакрепленное дорожное ограждение чуть не стали причиной аварии. Сильный порыв сорвал с места пластиковые барьеры и вынес их под колеса ехавшей иномарки. Как рассказал владелец автомобиля, ему пришлось протащить ограждение, чтобы резким торможением не спровоцировать ДТП с автобусом, который ехал сзади. Иномарка повреждений не получила. На этом перекрестке никто не пострадал только благодаря бдительности водителей. Три школьника решили перейти дорогу по Зибре на красный свет. Дети бездумно вышли на дорогу, когда по ней еще ехали машины. К счастью, водители, увидев пешеходов, сразу же остановились, чтобы их пропустить. Надеемся, что дети больше так делать не будут. В Уфе два водителя решили устроить вольную борьбу с элементами бокса прямо на проезжей части. Вазовская девятка не пропускала на дороге «Шевроле Лачетти». Позже отечественная легковушка остановилась, и ее водитель направился к иномарке. И в второй машине тоже вышел мужчина. Началось противоборство сторон. Пассажирка ВАЗа попыталась разнять драчунов, но они и не думали останавливаться. Погасить конфликт удалось только очевидцам. После этого мужчины сели в свои машины и разъехались. В Нефтекамске местный житель собрался вынести мусор на контейнерную площадку. По всей видимости, ему было лень брать с собой ключи от подъезда. Поэтому он решил сломать доводчик двери, чтобы она не закрывалась. Выбросив мусор, Нефтекамец через пять минут вернулся и зашел в подъезд. Почему мужчина не воспользовался умным домофоном, а выбрал радикальный способ, чтобы попасть домой, неизвестно. Как рассказали жители дома, доводчик отремонтировали на следующий день. В жилом комплексе под Уфой женщина за рулем иномарки, сдавая назад, ударила стоящую машину. Водитель вышла из салона и посмотрела на бампер. Возможно, она подумала, что никто ничего не заметит и поспешила уехать. Найти виновницу не составило труда. В этом помогла камера умного домофона компанию Фонет. Как рассказали жители дома, женщина обещала возместить ущерб. Подобный случай произошел и в Салавате. 71-летний мужчина, выезжая с места парковки, также задел стоящий сзади автомобиль и уехал. Найти его помогли камеры видеонаблюдения. В Стерлитамаке у местного жителя не получалось попасть в подъезд. Он набирал на домофоне какие-то комбинации, но дверь не открывалась. Это привело мужчину в бешенство. Он ударил ногой по металлической двери, а затем принялся звонить в домофон. Но и тут ничего не вышло. Однако дверь неожиданно распахнулась. Оказывается, кто-то из жильцов в это время выходил из подъезда. В Уфимском доме живет настоящий нарушитель спокойствия. Его соседи одни в восторге от поведения мужчины. Он курит в подъезде, справляет нужду в лифте и портит камеры видеонаблюдения. Неспокойного соседа даже увозили сотрудники полиции. Но, как говорят жители дома, а социальные шалости Уфимца остались безнаказанными. В Казани автовладелец обнаружил вмятину на водительской двери своей иномарки. Он посмотрел записи с камеры умного домофона компании Уфанет. Оказывается, по двору шли два нетрезвых человека. Один мужчина, по всей видимости, пытался довезти до дома своего товарища. Тот, к слову, еле перебирал ногами, пытаясь найти равновесие. В один момент его могучее тело накренилось в сторону припаркованной машины. Первый мужчина был не в силах удержать богатыря, и оба упали на асфальт, ударив машину. В результате такого сближения на двери осталась вмятина. Один из мужчин поспешил ретироваться с места происшествия, бросив своего товарища. В офе камера умного домофона компании Уфанет запечатлела необычный способ проникновения в подъезд. Ранним утром к многоэтажке подошел молодой человек. Ключей от домофона у него не было, поэтому он попытался открыть дверь силой. Но она оказалась ему не по зубам. Тогда молодой человек нашел альтернативный способ попасть в подъезд. Возле двери находилось окно. Утренний гость выломал деревянные рейки рамы, вытащил стекло и залез внутрь. Что он делал в подъезде, неизвестно. И снова октябрьские в этом городе во время семейной ссоры чуть не пострадал мужчина. События разворачивались перед подъездом многоэтажки, где ругались супруги. Не надо мне прислать кости. Да, хуйка, хватит, хуйка, хуйка, хуйка. Мужчина в порыве гнева хотел со всей силой закрыть дверь подъезда. Но потерял равновесие и полетел с лестницы вниз. К счастью, обошлось без травм. Стоит отметить, что свидетель произошедшего прочитал мужчине небольшую лекцию о том, как вести себя с женщинами. О, братан, ты неправильно поступил, хуйка. Ты на женщину руку поднял, хуйка. Это нельзя делать, хуйка. Она тебя толкнула, хуйка. Чем выгодно видеонаблюдение от компании Уфанет? Камеры не нужно покупать, вы получаете их в пользование. А монтаж и настройка всего оборудования производятся бесплатно. Записи с камер попадают в архив и хранятся там от 5 до 30 дней. Смотреть видео можно онлайн или в архиве прямо с мобильного устройства. Подробнее об услуге и видеонаблюдении от компании Уфанет вы можете узнать по номеру 09388 и на сайте ufanet.ru ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уф. Субтитры подогнал «Симон»